Добрый день, дорогие друзья! Сегодня в этом гостеприимном зале Центра культуры и искусств мы хотим поблагодарить тех, кто принимал участие в ликвидации последствий стихийного бедствия на территории города Руза. На сцену приглашается глава Рузского городского округа Пархоменко Николай Николаевич. Добрый день, уважаемые жители, дорогие друзья, коллеги! 8 июля в результате выпущенных выше нормы осадков произошло подтопление территории города Руза, где был введен режим чрезвычайной ситуации. Площадь подтопления составила более 400 квадратных метров, пострадали более 20 частных домов, разрушены пешеходные, автомобильные мосты, дороги. Уже на следующий день под руководством министра транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области Алексея Гержика начались установительные работы. В ликвидации последствий стихийного бедствия приняли участие работники организации учреждений жителей Русского округа и городских округов Подмосковья. В одни выходные на территории реки Городянка на разборе завалов присутствовало около тысячи человек, это был беспрецедентный случай. По поручению губернатора Московской области Андрея Воробьева всем жителям, чьи дома пострадали, оказана материальная помощь. Общими усилиями за две недели удалось минимизировать последствия, связанные с подтоплением, восстановлено дорожное покрытие, тротуары, опоры освещения, мост и автомобильные переезды через реку Городянка, уложен асфальт на дорогах и тротуарах, собран и вывезен мусор. И все это мы сделали вместе, все вместе мы, вместе с вами. Без вашей помощи и помощи других участников ликвидации последствий ЧАЭС Русскому округу пришлось бы нелегко. Я выражаю вам огромную признательность, благодарность за оказыванную поддержку, за неравнодушное отношение к нашим проблемам. Это неоценимый вклад в развитие города Руза и всего округа. Я желаю всем благополучия, здоровья, успехов в работе, мира и добра. Еще хочу добавить, что я произношу такие слова, слова действительно искренней благодарности. И от себя, уверен, и от всей своей команды, и от жителей. Вот почти этим же составом мы точно так же с вами побеждали ковид. Он еще бушует на территории нашей страны и в округе. Постепенно, конечно, это уже почти снизилось и добавляется по одному, там, по два заболевших. Но все равно это еще за разу мы не победили. Я точно так же говорю вам спасибо и низко кланяюсь, потому что это показатель, и это результат той самой командной работы, которую мы с вами вместе сделали. Ни один глава, ни один сотрудник там администрации ничего бы не сделал. Здесь люди, которым мне все равно, которые откликнулись на помощь, которые, не жалея себя, не считая количество часов, а точнее даже дней, проведенных без сна, трудились для того, чтобы помочь людям. Случай беспрецедентный. Действительно, стихия показала, на что она способна. Ну а мы показали стихии, на что способны люди. Люди, которые здесь сейчас находятся в этом зале. Спасибо вам большое. За организацию и проведение мероприятий по ликвидации последствий чрезвычайной ситуации, вызванной наводнением на территории Русского городского округа, благодарностью главы Русского городского округа награждаются Ширинов Махач Сабирович, директор филиала «Лесничий» и «Бородецкого филиала МОСОПОЛ-Лес», комитета лесного хозяйства Московской области. Ширинов Сергей Петрович, директор филиала «Лесничий» и «Бородецкого филиала МОСОПОЛ-Лес», комитета лесного хозяйства Московской области. Витников Александр Александрович, директор филиала «Лесничий» и «Бородецкого филиала МОСОПОЛ-Лес», комитета лесного хозяйства Московской области. Маслов Алексей Дмитриевич, главный инженер «Трансстройсервис». Бакулин Сергей Сергеевич, генеральный директор общества с ограниченной ответственностью «Строй. Камень». Пощепкова Светлана Николаевна, начальник территориального управления, начальник территориального отдела РУЗа, территориального управления администрацией РУЗского городского округа. Кубавский Роман Юрьевич, пожарная 265-й пожарной части Можайского территориального управления силами и средствами МОСОПОЛ-ПОШ «Спас». Егоров Виталий Викторович, капитан полиции, участковый уполномоченного полиции группы Тучковского ОМВД. Мочков Павел Александрович, индивидуальный предприниматель. Юанченко Григорий Алексеевич, генеральный директор лечебно-профилактического учреждения «Санаторий Дорохова». Журавлёв Дмитрий Григорьевич, начальник района электрических сетей РУЗского района электрических сетей Филиала МОЭС. АПЛОДИСМЕНТЫ АПЛОДИСМЕНТЫ Канян Павел Иванович, индивидуальный предприниматель. ИЗАЕВ МЕЛОДИН УСАНОВИЧ, индивидуальный предприниматель. АПЛОДИСМЕНТЫ Золотарев Геннадий Александрович, директор МКУ «Похоронное дело». Барсанюк Максим Александрович, сержант полиции ОМВД России по Русскому городскому округу. Фирусов Роман Михайлович, руководитель любительских объединений Дома культуры «Беляная гора». Терпенев Игорь Сергеевич, начальник управления капитального ремонта, строительства, дорожной деятельности и благоустройства администрации Русского городского округа. Коварев Александр Сергеевич, директор управления капитального строительства. Борщев Александр Владимирович, совместитель начальника подразделения РУЗа МПУ благоустройства. Швейцов Юрий Анатольевич, начальник Можейского территориального управления силами и средствами МОЗ «Облбош-спас». Матуха Александр Александрович, совместитель начальника Можейского территориального управления силами и средствами МОЗ «Облбош-спас». Для награждения на сцену приглашается первый заместитель главы администрации Русского городского округа Пиняев Юрий Александрович. За организацию и проведение мероприятий по ликвидации последствий чрезвычайной ситуации, вызванной наводнением на территории Русского городского округа, благодарностью главы Русского городского округа награждаются Анохин Лев Николаевич, директор МБУ благоустройства. Аввакумов Николай Александрович, заместитель директора управляющей компании Русского городского округа. Андронова Оксана Борисовна, старший эксперт производственного технического отдела благоустройства. Анечкин Александр Алексеевич, сотрудник МБУ благоустройства. Башаева Алина Александровна, старший инспектор отдела по обеспечению деятельности администрации. Багалова Юлия Александровна, генеральный директор АО «Жилсервис». Бурмак Михаил Юрьевич, заместитель начальника территориального структурного подразделения Тучкова МБУ благоустройства. Великанов Александр Владимирович, старший инспектор центра по обеспечению деятельности органов местного самоуправления Русского городского округа. Греканов Артур Адуман Анатольевич, заместитель директора центра по обеспечению деятельности органов местного самоуправления Русского городского округа. Груздева Анастасия Викторовна, главный эксперт общего отдела управления делами администрации Русского городского округа. Заводцов Владимир Владимирович, начальник территориального структурного подразделения номер 3 МБУ благоустройства. Зерманов Александр Дмитриевич, инструктор спортсооружения Волковское Русского городского округа. Заводцов Владимир Владимирович, начальник отдела муниципальной службы и кадров правового управления администрации Русского городского округа. Побелев Сергей Васильевич, начальник отдела дорожной деятельности управления капитального ремонта строительства дорожной деятельности и благоустройства администрации Русского городского округа. Костяна Виктория Дмитриевна, старший инспектор отдела муниципальной службы и кадров правового управления администрации Русского городского округа. Пытина Ирина Владимировна, главный инженер Русский хлебозавод. Лопатинская Жанна Борисовна, начальник управления жилищно-коммунального хозяйства администрации Русского городского округа. Мазур Сергей Владимирович, заместитель директора управления капитального строительства. Мазанов Василий Николаевич, главный специалист строительного контроля государственного монетарного предприятия «Лабрадор». Мариев Вячеслав Николаевич, инструктор спортсооружения Волковска Русского городского округа. Мирникова Юлия Олеговна, старший эксперт территориально-структурного подразделения по борьбе с борщериком Сосновского НБУ благоустройства. Моисеева Евгения Рустемовна, заместитель начальника управления земельно-имущественных отношений, начальник отдела экологии и природопользования администрации Русского городского округа. АПЛОДИСМЕНТЫ Назина Вера Иоаннова, начальник МОЗ «Автодорф». АПЛОДИСМЕНТЫ Орлов Сергей Владимирович, инструктор спортсооружения Волковска Русского городского округа. АПЛОДИСМЕНТЫ Подлесный Геннадий Васильевич, машинист-погрузчик АПК «Русский». АПЛОДИСМЕНТЫ 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 Савина Елена Геннадьевна, заместитель начальника управления делами администрации Русского городского округа. АПЛОДИСМЕНТЫ АПЛОДИСМЕНТЫ Самой Локваров Александрович, сотрудник ГООО «Благоустройство». АПЛОДИСМЕНТЫ АПЛОДИСМЕНТЫ Сосорин Евгений Николаевич, машинист-погрузчик АКЕС «ПК «Русский». АПЛОДИСМЕНТЫ Тимофеева Марина Николаевна, секретарь эфирного отдела по обеспечению деятельности руководителя или заместителя ее руководителя. Светкова Белагея Анатольевна, инженера отдела информационного обеспечения Центра по обеспечению деятельности органов местного самоуправления Русского городского округа. Церобаев Алексей Николаевич, инженер строительного контроля управления капитального строительства. Черхун Андрей Михайлович, начальник управления культурой администрации Русского городского округа. Шестаков Анатолий Александрович, директор Центра по обеспечению деятельности органов местного самоуправления Русского городского округа. Шикурин Владимир Александрович, механик МВУ благоустройства. Шкиндер Владимир Анатольевич, водитель автомобиля благоустройства. Шерпаков Александр Сергеевич, начальник структурного подразделения Курбакинская МВУ благоустройства. АПЛОДИСМЕНТЫ Юрий Владимир Алексеевич, сотрудник МВУ благоустройства. АПЛОДИСМЕНТЫ Юрия Евгения Валерьевна, главный эксперт отдела муниципальной службы и кадров правового управления администрации Русского городского округа. АПЛОДИСМЕНТЫ Ещё раз спасибо всем, кто принимал участие в рекомендации последствий стихийного бедствия. До свидания и до новых встреч! АПЛОДИСМЕНТЫ 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 АПЛОДИСМЕНТЫ